Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Александр Блумберг пишет, Индия рекордно нарастила поставки нефти из России. Индия нарастила закупки сырой нефти Юрелс на 13% в годовом выражении. Таким образом, текущий объем поставок установил исторический рекорд. Чем нам дорог берег индийский? Решились ли вопросы с получения оплаты? И как долго продержится индийский импорт? Если мы посмотрим на последние данные, которые публиковались, то тут маленький скандал. Вы представляете, Саудовская Аравия резко сократила поставки в Индию. Резко их сократила до минимальных отметок. Уже пишут о том, что, а вы знаете, это наверняка оплата, которую Саудовская Аравия несет... Это плата Саудовской Аравии Российской Федерации за то, чтобы Россия осталась в рамках сделки ОПЕК+. Так-то всем известно, что сделка ОПЕК-плюс почти-почти развалилась, но источники не врали у уважаемых изданий, что там уже просто вот все, а там все разбегаются. Источники не врали. Просто, понимаете, пришлось пожертвовать Саудовской Аравии самым дорогим долями крупнейших рынков для того, чтобы на этих рынках осталась Россия, чтобы Россия сказала, ну ладно, так и быть, я буду в рамках сделки ОПЕК+. Как это все касается Индии? Сейчас объясню, но для начала, точнее как, чтобы войти вот в тему рынка Индии, нам нужно с вами понять одну простую вещь. Сделка ОПЕК-плюс подразумевает определенные объемы добычи и определенные объемы экспорта. Соответственно, если кто-то сокращает поставки на какой-то рынок один, это не значит, что он сокращает поставки вообще. Индия – это крупный потребитель, третий по величине потребитель в мире, при том потребитель растущий. Разумеется, спрос в Индии растет не столь стремительно, как в Китае. В Китае он просто мировой чемпион, там если на полмиллиона баррелей в год увеличилось потребление, ну как-то что-то год, ну как бы нормально. Вот полмиллиона – это нормально. Более одного миллиона – вот тут уже, да, тут уже можно сказать, что какой молодец Китай. Вот в прошлом году потребление в Китае выросло более чем на один миллион баррелей в сутки за один год. Там был эффект отложенного спроса, но и в текущем году по прогнозам ОПЕК ожидается, что спрос в Китае увеличится, ну где-то там на 700 тысяч баррелей в сутки. Притом прогноз за прошедшие полгода был увеличен. Ну потому что была накоплена статистика спроса в Китае. Вот там, пожалуйста, потребление растет, растет опережающими темпами, мы увеличиваем прогноз для Китая. Снижаем его для некоторых развитых рынков, которые восстанавливаются не так быстро, как ожидалось до этого. Более того, вообще, может быть, не восстанавливаются. Например, посмотрим на Европу. Ну, с точки зрения спроса на нефть. Ну, вот, да, вот они нас подводят с точки зрения спроса на нефть, а вот Китай, наоборот, радует. Далее по темпам роста идет Индия. Ожидается, что в текущем году прирост там составит порядка 200 тысяч баррелей в сутки. Разумеется, это не так много, как в Китае, но 200 тысяч баррелей – это все равно серьезно. И ожидается, что этот спрос будет и дальше увеличиваться. Дальше идут спекуляции про то, что, ну, Индия будет переходить на электромобили. Потом делаются оговорки, ну, да, электромобили, конечно, дорогие, а в Индии не такое богатое население, чтобы взять и пересесть на электромобили, поэтому динамика будет не столь впечатляющая. Там, скорее всего, будет расти спрос на бензин и дизельное топливо. И вот если сейчас этот спрос составляет там где-то полтора миллиона баррелей, полтора-два миллиона баррелей в сутки, то дальше он будет два-два с половиной миллиона баррелей в сутки, ближайшие там два-три, ближайшие три-четыре года. Окей, допустим. Это некие прогнозы, которые, опять же, у себя крупнейшие мировые агентства публикуют. Достоверность этих прогнозов и их адекватность вопрос спорный, но даже они, по сути, признают, что потребление нефти в Индии будет расти. Далее, что интересного? По поводу оплаты. Я напомню, что скандал с оплатой раздувался, опять же, крупнейшими мировыми агентствами в середине прошлого года. Вот примерно год прошел. Там писалось о том, что до 40 миллиардов долларов осело в рупиях, осело эквивалент 40 миллиардам долларов в рупиях, осело в индийских банках. Вывести эти рупии никак невозможно. Вот теперь Россия страдает. Россия вообще, наверное, перестанет поставлять нефть в Индию. Или, а если будет поставлять, по сути, поставляет бесплатно. Как они 40 миллиардов получили? Они просто взяли, посчитали общий потенциальный... Они посчитали ту сумму, которую должна была к тому моменту заплатить Индию в лице своих компаний за импортированные объемы российской нефти с февраля 2022 года. Ну, вот примерно там 40 миллиардов долларов получал. Примерно. Ну, и сказали, ну, вот, 40 миллиардов. Значит, там столько лежит. Сколько в реальности там лежит, вам никто не скажет. Наш МИД признавал, что есть некоторые проблемы, но там о существенно более низких суммах идет речь. А потом те же самые... Ну, это наш МИД. Он наверняка мог вводить в заблуждение. А вот мировые агентства, они говорят правду. Ну, так открываем те же самые мировые агентства. Постоянные читатели моего телеграм-канала «Нефтегазовая игра» в курсе. Ну, а если вы до сих пор не стали постоянным читателем, становитесь, подписывайтесь, пожалуйста. На Инфотек тоже можете подписаться. Это тоже очень хороший телеграм-канал и сайт. Так вот, дорогие друзья, те же самые уважаемые агентства, но уже осенью 2023 года написали, что, вы знаете, вот Россия коварно отказывается от доллара в оплате за свой газ. Прошу прощения, в оплате за свою нефть. А на что же она переходит? На рупии? Нет. Там перечислялись. Гонконгские доллары. Там валюта, собственно, объединенных Арабских Эмиратов упоминалась. И юани. Притом отдельно отмечалось, что с Индией перестроили контракты таким образом, чтобы так или иначе использовать все вот эти валюты. Это не с лета перестроили, а перестроили за весь период, пока росли поставки, собственно, в Индию. То есть, оплачивала ли Индия в лице своих компаний рупиями? Да, возможно, оплачивала. Конкретные суммы не назывались. Но, опять же, те же самые мировые агентства, которые говорили, ой, все, там в рупиях просто все оседает. Потом говорят, не-не-не, с Индией, значит, как оно там, дирхамы? Вот я сейчас, извините, сходу могу как-то оговориться. Ну, в общем, валюта Объединенных Арабских Эмиратов. Потом гонконгские доллары и юани. Ну, юани как-то вот Индию несколько коробят. Индийские компании в юанях оплачивают. Ну, оплачивают. Оплачивают. И доля евро и доллара там сокращалась в всех сделках по оценке тех же самых мировых агентств. Ну, то есть, у нас тут, конечно, обманывают просто сходу, сразу. А вот мировые агентства, они не обманывают. Они правду говорят. Тут все хорошо, да? Ну, так вот, они говорят, ну, до 10% примерно опустилась доля долларов и евро по нефтяным вот этим вот сделкам. По российской нефти, по российской нефти. А все переходит на вот те валюты. Кстати, свободно конвертируемые. Там проблема с рупиями в их конвертации. Там вот это можно позвать кого-нибудь из уважаемых экспертов по финансовым рынкам. Пусть они нам расскажут, в чем же проблема с конвертацией рупий. Если вдруг желающие 20 тысяч лайков набирается под этим роликом, Максим лично хватает кого-нибудь из уважаемых финансовых экспертов и говорит, рассказывай про рупии. Пусть вот люди слушают. А то, знаете, в комментариях у нас обычно прибегают люди, которые говорят, мы хотим послушать про вот это, то-то. Как только записываешь ролик, оказывается, что это нафиг никому не интересно. Например, про внутренний рынок российского газа. Знаете, вот здесь вот сделаю оговорку, потому что этот ролик наверняка послушает в разы больше, чем вот про внутренний рынок российского газа и про ценообразование. А то стоит рассказать про цены на газ где-нибудь, прибегают люди, говорят, что вы нам это рассказываете? Рассказывайте про цены на российском рынке. Что это вы про них молчите? Молчим, да? В июне записываем ролик. Один из наименее просматриваемых. Никому не интересна эта тема. Там кого интересует этот внутренний рынок российского газа? Фу на него. Так что, знаете, то, что отдельным людям, которые много про что-то кричат, хочется, не говорит о том, что это хочется всем. Но если вдруг вы здесь все вместе соберетесь, поставите лайки, то вот мы над этим подумаем. Это будет выражением вашего конкретного желания, на которое можно будет опираться, а не просто на комментарии под этим роликом. Так вот, мы с вами возвращаемся к теме про оплату. То есть оплата идет, оплата банально... Оплата идет, оплата переключается на валюты других государств и переключилась на валюты других государств, не индийскую, не индийские рупии. И каких-то возражений со стороны российских нефтяников и индийской стороны громко не озвучивалось. Озвучиваются какие-то панические выкрики у крупнейших мировых агентств. То по поводу того, что все деньги застряли в Индии, то по поводу того, что они не пользуются долларами и евро, а пользуются другими валютами, среди которых рупии почему-то не указываются. Удивительно. Так вот, Россия в втором квартале по оценке тех же самых крупнейших мировых агентств в среднем поставляла в Индию 1,65 миллиона баррелей в сутки. Это те самые крупные мировые агентства, почитав которые, некоторые люди прибегали к нам в комментарии, рассказывали, ой, что вы рассказываете тут, ай-яй-яй, такое творится. Так вот, что рассказывали мировое агентство и во что это вылилось. Во-первых, они рассказывали про то, что Индия переключается на американскую нефть. Она закупает все меньше российской нефти, переключается на американскую. Мы еще в марте рассказывали о том, что если посмотреть на конкретные величины закупок американской нефти индийскими предприятиями, то мы увидим, что там настолько смешные величины по сравнению с тем, что поставляется из Российской Федерации, что говорить об этом, ну, мягко скажем, если вы об этом говорите, то, наверное, вы просто хотите как-то удивить свою аудиторию. Давайте не ввести в заблуждение, а удивить свою аудиторию, чтобы она увидела такая мама родная, и чтобы все это перепечатывали. Кстати, в том числе российские СМИ. Мама родная, смотрите, переключаются. Индия переключается на американскую нефть, отказывается от нефти российская. Что там с отказом от российской нефти? А это снижение сезонного спроса в зимние месяцы и в начале весны. Ну, меньше ли? И если вы сравниваете этот показатель с показателями лета, и когда говорили, притом честно, сравниваете честно, не вводите никого в заблуждение. Просто вы говорите, вот смотрите, сейчас из России туда поставляется, допустим, 1,3 миллиона баррелей в сутки, а ведь на пике туда поставлялось 2,1 миллиона баррелей в сутки. В таком-то месяце вы просто не говорите о том, что этот месяц характеризуется, всегда характеризуется более высоким спросом, чем те месяцы, в ходе которых снизились поставки из России в ту же самую Индию. И вы не указываете, что, ребят, ну это сезонный фактор, это нормально. Если вы посмотрите внимательно на графики, которые мы тут прикладываем, то мы увидим, что из Саудовской Аравии упали поставки, из Ирака упали поставки, ну и из России упали поставки, потому что потребление в это время снижается. А если посмотрите летом, ну точнее как там, начиная с апреля, мая, то вы увидите, как поставки растут. И как это не удивительно, вы представляете? Оказывается, именно так, как мы вам тут рассказывали. Поставки выросли до 1,65 миллиона баррелей за второй квартал в среднем. Ну, уважаемые агентства говорят, это не мы тут настаиваем. И скорее всего в июле-августе эти показатели будут выше. Выше в том числе за счет замещения части поставок из Саудовской Аравии, которая говорит, ребят, мы сейчас не можем поставить. У нас ограничения в рамках ОПЕК+, но у нас дофига этой самой нефти идет на производство электрической энергии. Да, мы когда-нибудь заместим ее газом. Соответствующие решения приняты, инвестиции собираемся направлять, но не сегодня, а когда-нибудь в отдаленном будущем. А пока, извините, нефть с экспортного направления разворачивается на внутренний рынок. Россия, поставишь Индии? Поставим. Россия поставляет Индии. Вот. И летом потребление газа, в том числе российского газа, будет выше, чем зимой. Как это не удивительно, как это не поразительно. Но именно об этом мы вам рассказывали зимой и, собственно говоря, весной, когда тут всем говорили, ой, да, все, американская нефть. Ну, а американскую нефть и переключаются. Сколько там американской нефти было в итоге поставлено, никто не напишет. Ну, вдруг кто-то из тех комментаторов, которые тогда к нам прибегали и говорили, ой, а что вы тут рассказываете? Ну, вдруг вы за нами все еще следите? И вы ответственный комментатор, который ищет истину, а не занимается просто вот паническими настроениями, в стиле, а, боже мой, я где-то что-то прочитал, контекст я не знаю, но я вам скажу, что вы не правы. Вы наверняка ответственный комментатор, который сейчас пойдет, проверит и нам расскажет, что там с поставками из Соединенных Штатов в Индию, которые замещают российские поставки. Александр, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписываемся на Александра Фролова, подписываемся на Геоэнергетика Инфо в Дзене, в Телеграме, на Ютубе обязательно. Все ссылки будут в описании к данному ролику и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях лишения монетизации на Ютубе. Спасибо, до новых встреч. Да, кстати, у меня на платой подписки выложен подкаст с разбором очередного ролика простых чисел. Вот там меня просили, я выложил. Так что рассмотрите возможность зайти и подписаться еще и на меня. А теперь как бы для всех прощания. Все, всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok